Девушки отдыхают Я запишу этот блокнот, эту дату Слава Богу Да, слава Богу На весь экран сделайте На весь экран Простите, я могу сказать, как я узнала о вас Как я узнала о вас Ну, вы, Валенька, давайте договоримся Вы отклонитесь туда дальше, чтобы войти Вот, вот, можете в эту сторону В эту, туда Во, во, еще маленько И все, вот так, теперь назад Назад, а потом Нет, нет, не так Подальше, малейка, от экрана Отстраните, вот так, во, во, во Чтобы голова ваша срезается там немножко Пониже как бы Не, 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 не наклоняйтесь Может, там глазок Сделать ее, если так О, все, во И, малейка, назад отойдите Все, договорите Я о вас узнала очень давно То есть, я даже не могу Знаете, я, наверное, 10 или 15 15 лет назад Я узнала о вас Когда я ехала на служение К христианам Новая жизнь Это на Цитово На трамвае Пятерка я ехала И подошел мужчина такой С уже с бородой И придержал газету Где написано Вот о вашем лагере Там Я всю дорогу От Коммуналок До Титова ехала Читала, в общем Вот эту газету Вот И она мне так и сохранилась Она уже вся пожелтела Вот Но я не знала Куда обратиться Как вас найти То есть не было Тогда интернета Вот Лида, когда 15 Назад на вас было Может, меньше Вот Как-то она Легко Связь была Интернет И Пока через несколько лет Я увидела вашу жену Которая На площади Сейчас скажу В центре У Сума Она раздавала визитки И приглашала На Курс Ваш Вот Но я тогда Не пошла К сожалению А сейчас я теперь живею Сейчас нет Вашего курса И Я ожидаю Что я тогда не пошла Я бы сейчас хотела Сюда сходить И все так Вот Как я у вас Узнаю Об этом много раз Не делала Я на улице Проезжала на автобусе С мамой Смотри Вот лапки Не делала И вонке Волкан И вот Несколько раз Такого Думала Потом уже Никак не появился Ничего не берет Это все И знаете Лапки А вот А вот Главная деталь Я тогда проходила практику Вот это На крыльном суде Я шила Лично Ваши дела Я узнал о вас Вы там судились Это было Очень давно В 2001 году Я даже не помню Какое-то дело было Я поняла Кто вы Вот У меня Не одно Дело Ваши сшила Но если бы Я тогда была Ваше Умнее Как сейчас Я бы конечно Ваше дело Просмотрела Мне было бы Интересно Так как-то Я ежала В ее жизни Я посмотрела Что это И сшила И отдала В архив Вот так Интересно Я зашла Никогда не думала Что я Ваша дело И начинаю Буду жить Удивительно А вот Вы говорили Что находились Где до этого А в церковь какой Да не церковь А в этой Как назовем Организация Или секта Церковь одна Да Это не церковь Ну и как она Звалась Новая жизнь Говорите Это в Павловском районе Газета называется Новая жизнь Наверное Да Они назвали Свои церковь Как я назвала Как его звать Руководитель Там Мы наверное Раз им встречались Партаков Сергей Да Тут религиозных деятелей Собирал Глава администрации Тогда Был Колганов Владимир Николаевич Я его знаю Такой он Сухощавый Худенький Да Он такой Недольшего роста Да Да Он перебочиком Дисквилика Да Знаю Да И я туда как пришла У нас в одном деле Очень много детей было И у одной мамы У этой девочки Мама плохого держится Она распространяла Свои картины И она сама Начала туда ходить И мы как дети Пошли тоже за ними И у нас было человек Шесть или семь Девочек Мы лет 12-13 Мы с этой девушкой Пошли В итоге Осталась ядная То есть в 13 лет Начала ходить В эту организацию В эту организацию К нам В этом Вот Потом я уходила Потом я приходила И то есть Ну я как бы И посещаю В общем лет 8 Захожу В православие Я То есть Я уже не знаю На крещение Так я переспрашиваю Значит вы на нашем канале Давно? В ютубе? Да наверное три Вы значит многое уже смотрели? Очень много Мы смотрим каждый день А форум наш знаете? Да Я захожу Я когда спать ложусь У меня на мобильный телефон Это интернет И я пересмотрю По четырнадцать минут Так а почему вы решили Что я вас вычистил Или как называют Отказался Чуть ли не В Байл.ру? В моем мире что ли? Нет На скайпе На скайпе На скайпе Я вообще Нет Я смотрю На пехоту Две недели назад Что Ну Два пилотки Назадили И стоят У вас Интересно Глазок то такой плохой Или что так Это все мельтешится Да К сожалению У меня плохая Очень камера Она уже старинная Я ее не пользуюсь Она у меня просто лежала Где-то Я ее достала Ради лад А вы не могли бы Себя лучше достать? Не могла бы Конечно Могли Так вот смотрите Это я вам говорю Для программы Дальнейшее Если Господь позволит Встретиться У вас же друзья есть? Нет Никого? Ну я не ожидал Такого ответа Как совсем Никого-никого? Да К сожалению Не знаю Может к счастью Ну с кем-то же Вы беседуете И какие-то Может вам люди Задают вопросы На работе Соседи В храме Очень малая Ограниченность Как же так В общем-то Это Ну не такой Степичный Угод жизни Я говорю Ну да Я могу Сделать рекламу Я говорю Мы все записываем И вы бы знаете Как Кажется Простая беседа В скайпе А сколько От нее пользы Сколько Благодарности Вот Сегодня ночью Поставят еще один ролик Называется Беседа с Калининым Он тоже С сектами Возится Там То у него Там воскресенье Что-то было Но главное Это будет Очень большой ролик Около двух часов Вы столько Будете слушать Как один Администратор Сегодня сказал Слушается На одном Дыхании У меня как бы Нет друзей Но есть знакомые Потому что Для меня друзей Слишком высоко Сказано Продыхли Поэтому Я Скоро Нет друзей Ну с кем Вы будете Говорить Можете Пригласить Я на Одноклассниках У меня там Я в Духе Составил И иногда Бывает Что мы там Общаемся И вообще С знакомыми Людьми То есть Я и Говорю о вас Иногда Как это Слово Так Это вы Сегодня мне Положительную Очень хорошую Новость Принесли Что Будучи Мочеваной Вы Боялись Что вас Не покресят По-настоящему Вдруг Нашелся Священник Это Редкость И вы Из-за этого Священника Буквально Врезу Ему Сыпитесь Старайтесь То что Я вам сказал По интернету Это уже Делать Не отходить И от Духовного Отца Не меняйте Узнавайте Когда он Служит Только Тогда Идите На исповедь Я к одному Пойду Одно Расскажу Другому Другое Это Отец Отца Не меняют Это Только Бывает Переезд Какой-то Или Еще Что-то Вы Не Обещаю Ну Бывает Могур Дело В том Что Мы С вами Будем Разговаривать И о никому Не Подлаживайтесь Вы Знаете Это Да Я Буду Говорить Прямо То Что Нужно Для Пользы Потому Что Когда Мы Отойдем Из Этой Жизни Времени Нам Бог Не Даст На исправление Только Сейчас Вот Если Вы Еще Выйдете На Будущее Чтобы Вы Были В Платочке А Да Вы Наших Видели Как Все Платках Второе Где Вы Там Имя Не Своё Поставили Замените На Настоящее Имя И Там Какие-то Два Глаза Такие Вот Вы Настоящие Вы Что Вы Выглядите Плохо Сами Себе Не Нравитесь Или Почему Какой-то Поставили Фотографию Это Вот От Кого Прячетесь Я Не Пойму Самая Маленькая Неправда Есть Грех Написано Я Не К Себе Подкладываю Эти Ответы А На Суде Божьем Мы Встретились Для Того Чтобы Более Познавать Волю Божию А Воля Божия Та Чтобы Мы Были Искренне Перед Христом Все Были Открыты Мы Перед Богом Он Знает И До Рождения И После Рождения И Поэтому Нормально Какой Есть И Благодарение Богу Вы Знаете Что Епископ Сергий До этого Был Максим Они У нас По Терявке Были Да Вы Видели Да Ну Вот Если Господь Позволит То Может Быть Я Тут Буду Ближе К ним Они Хотели Меня Приспособить К Семинарии Своей Вы Слышали Да Ну Если Господь Позволит Я Могу Сказать Я Предметов Пять Мог бы Сразу У них Взять И Там Речь Идет Может Быть Даже Со Священниками Но Это Пока Только Так Что Помолитесь Об Этому Потому Что Время Идет Отовсюду Сообщают Они Они Очень Много Теряют Теряют Не Из-за Того Что Как То Что Просто Не Знают Не Знают И Для Людей Нужно Чтобы Они Познали Господу Была Открытость Что Боль Что Лишь Ну Да Что Там Я Седаем Там Парализованный Сергей На наших Глазах Мы Видим Люди Совершают Великий Подвиг Не Ровщик Они Делают Большое Дело 12 лет Лежать На Вытяжку Представьте Себе Бывает Человек Ну Родился Коллег Он Другой Не Знает И Лежит А Этот В Рассвете Сил Богатырь 30 Лежит Всего И Господь Позволил Все Перенести И Мы Летом Когда Ездили В Миссионерскую Поездку Мы К Ему Заезжали Тоже Видели Да И Вы Знали Как Мы Ехали Да Мы Знали Что За Нас Очень Многие Молятся Даже Незнакомые Нам А Почему Вы Раньше Ближе Они Вышли На Нас Боялись 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 Или Мама Вам Не Запрещает Что Мы Разговариваем Нет Мама Она Тоже Хотела С Видите Где Вы Живете Прям Ну А У вас Минут 25 И Уже Мы Встретимся Ну Теперь Можно Вот Так Если У вас Будет Хороший Глазок То Нормально Будет Я Хотел Показать Вижу У вас Белая Кошка Бегает А Наших Кошек Видели Видела А Ну Ладно А Я вижу Она Легла У вас Там Такая же Порода Похоже У Девушки Не Желтая Нет У меня Очень Пород Шикарная Какая Кошка У меня Они Не просто В комнате Сидят Они Работают У меня Голуби А там Много Зерна И Поэтому Там Мышки Раньше Крысы Были Сейчас Ничего Нет Летом Я Забираю Собой В Деревню Но Это Между Делом Так Вы Сейчас Какое Местописание Проходите Я Пока Часто Никакое Смотрите У меня Библия А Библии Нет Высла Друзь Поднимите Повыше Так Это Протестантская Библия Друзь Майя Не Не Читатель А После Первой Откроете Первую Страницу Откроете Там Написано Что Перепечатан Синодального Издания Репринтное Издание Прямо На первой Корочке На Титульном Листе Нет Написано Синодального Издания Посмотрите Перелестите Листок Там Еще На Другой Стороне С Обратной Сороны До Самого Бытия Пролистайте Посмотрите Каналическое В русском Переводе Расправленное Листание И Все А Ну Прочтите По Порядку Несколько Слов Я послушаю Вот Есть Видение То есть Что Представить Собой Виде Нет Тогда Откройте Новый Завет Там Где-то Так Просто Рукой Откройте Ближе К Концу И Скажите Что Там Написано Я Прослушай Несколько Стихов И Скажу Вам Это Синодальное Издание Или Нет Кремлином Глава 14 Кремлином Говорите Считайте Други Назад Маленько Отойдите Чтобы Вас Стих Четвертый Кто Был осуждающий Чужого Раба Стоим Господом Стоит Он Или Падет И Будет Восстановлен Ибо Семьем Бог Восставит Его Так Подождите Подождите Плохо Ваш Голос Слышен Я Сейчас Открою Чтобы Увидеть Я Буду Тогда Догадываться Ты Расслышал Я Кремлином Назвала Да 14 Глава Так Хорошо Сейчас Это Я Прямо Так С первого Стиха Считайте Дальше Далее Далее Считайте Так А ну Еще Перелистите Там Подальше Какой Назовите Другая Книга Другая Глава По двум Местам Первая Тимофея Глава Четвертая Первая Тимофея Да Глава Четвертая Глава Четвертая Еще Сейчас Давайте Считайте С первого Стиха Другая Ясно Глава Что В последние Времена Отступят Некоторые Отвери Поднимают Духом Оботителем И Чем Весовским Четвертая Семьи Уже Среди И Уже Продвестника Сошел В совести Стоит Еще Третий Стих Запрещающих Вступить В брак И Потреблять Пищу То Что Бог Сотворил Благодарный И Познавший Истина Ну Слава Богу Это у вас Каноническое А у вас 66 книг А православные Когда издают Это 77 Тут 11 книг Не хватает В них Да Ну Это Синодальное Издание Правильное Все Слава Богу Слава Богу Так Ну-ка Подожди-ка Сейчас Я посмотрю Ну-ка Еще Посадьте К этому Ближе Что у вас Там Повыше Молитва А Молитва Слов Ну Все Понятно У вас Библия Синодальные Издания Вы крепко Держитесь За это Разные переводы Которые пытаются Делать Они даже Близко Не стоят Да Я уже Последний Вы слышали Как я об этом Говорю Это до революции Было Это было При патриархах Все патриархи Кирилл Это все Только издают Это Один из Самых Лучших Мировой Практики Переводов Священного Писания Святой Библии Можно Сказать Я ехала Недавно В автобусе В 80-м На город Каиле В больницу И я услышала Разговор Большие женщины Они сидели Рядом И я так поняла Что они Другие 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 И у них Большой Спорт Религиозный Я услышала Что случит Им Христос Иисус И я поспешила Креп Подождите Я спрошу Ты Володя Все понимаешь Да Я Переиграю Потом Посмотрю Для меня Трудновато Потому что Она Дрожание Дает Говорите Вот Эти Женщины Они говорили О Боге Я присоединилась Ага Хотелось Понять Откуда Что они Почему Они Рассуждают Тем более А кто будет Большой Народ Надо снимать Как-то И потом Выяснили Одна женщина Православная А другая Женщина Следительной Володь И вот Она Такие вещи Говорила Которые Я даже Читала Настолько Как-то Все Как-то Перевернуто И Совершенно Ну Покажи Ты мне Видео А она Показала Все Обличие Такой Виде Тоже Виде Не только По-моему Без Креста И она Открывает Читает У меня Я не Какую То есть Нескладная То есть У них Женщина Пришла Такой Спор Чтобы Не было Каких-то Распринят Просто Мы Поблагодарили Этого Другого Другого И бывают И так Ходили И так Глядно Недошло Что Оказывается Гладные Бывают И я Думаю Что Они Все Одинаковые Люди Так Читают Ну Если А Вы Поняли О ком Речь Идет Ну Ехала В трамвай Там встретились Да Две Женщины Она Православная Другая Габистка Это я правильно Понял Так Если Вы Сильно Пожелаете Вы Работаете Где-то Я работаю Парикмахером Парикмахером Греховная Работа Это у вас Конечно Вы Во-первых Порчите Женские Головы Волосы Подрезаете Там Набиваете И сами Щелку Старайтесь Потом Не резать Постепенно Она у вас Отрастет И будет Как положено Вот И Дальше Маникюр Это все Ваша Профессия Педикюр Так Мужчин Вы Бреете Ну А это Или Городу Подравните Все Это Греховно Это Искажение Образа Который Бог Дал Вам Нужно Подумать Если По Настоящему Вы Все Так Взяли За Это Дело Подумать Какую Специальность Иметь А Секрета Нет Сколько Получаете Немного Это Зависит От Вы Работки Сколько Клиентов Сейчас Парикмахер Немного Зарабатывает Да Вот Немного Есть Много Зарабатывает Много Зарабатывает Стройка На стройке Вот у меня Надежда Васильевна Там Работала Я сам Профессиональный Строитель И Строители Всегда Востребованы Это И штукатуры И маляра И чего Только Нет Конечно По силам Можно Научиться Для того Чтобы Спасти Душу Стоит Того Чтобы Ну Потрудиться Если Господь Благословит Вы Помолитесь Об этом Не то Что я Сказал И все Просто Помолитесь Потому что Когда человек Уверует В Бога Ему Много Приходится Менять Менять Одежду Менять Все Менять Мы Делаемся Иными Для Бога Бывает Человек Работает Совершенно В греховном Где-то Месте Ко мне Приехал Один И вот Тогда Был Максим Епископ Он Его Вышил Священник Ну Снял Крест Записывал Разговор О Крещении Как правильно Крестить Вот Это С Камья На Обе Отец Павел Ермоленко Отец Павел Ну И он На работу Устроился На завод Пивзавод Пиво А видимо Душа У него Неспокойна Была И он Приезжает И говорит Я вот Работаю Там А работаю Электриком Это я Так На память Говорю Как Греховно Или Негреховно Я говорю А если Электричество Это выключишь У них пойдет Дело Не пойдет Ломай Оборудование Я так Образно Говорю Народ Запился Это алкоголь Ну И на этом Все И ему Пришлось Другую Работу Искать Устроился Там Золотоискательская Партия Там Все время Дома Где-то Рыбачит То Приехал Тут На газели В автопарке Людей Возил На маршрутке Работал Работу Надо Менять Я христианин И вопрос Сразу снимается И не два Не три дня И просто Обдумать Как вы будете Жить Если я Еще начал Разговаривать О Библии Если у вас Будут деньги Желание будет То В церковной Лавке Во дворе В Покровском Соборе Там есть Библия Полная Полная Синодальная Она Вся та же Но 11 книг Есть там Сирахова Ездры Вот Премудрый Соломон Маковейский Это Эти книги Которые здесь Отсутствуют Их Сектанты Иеретики Выбрасывают Они говорят Они не нужны А спроси Откуда вы узнали Что вот эти Нужны Они не знают Евангелия Было около 20 разных А их Оставить 4 А кто это Выбрал Это каноны Это апостольское 85 правило Они не знают Ничего Они на готовом Я говорю А вы вот этот перевод Считаете правильно С еврейского языка Да правильно А кто переводил Среди сектантов Я еще ни одного Не встретил Они очень И очень Неразвитые Они такие же Как мы Такие же Как мы А почему Смеюсь Это Маленько Отвлекусь Опять же Показать Как это делается Мой брат Где-то там Ездил Далеко Там встречался И у них Черные люди Все Как эпиопы Его звать Как-то у них Христофор Он был Когда-то Этим Такой же Что он начинает Пулькать А его Прихожане Черные А тут Белые А у них Когда человек Умирает Он начинает Черноту Терять Делается Серым И для них Белый Это мертвый И они Разговаривают Он Разговаривает Они за него Спрятались И выглядывают А он Их уговаривает Да не бойтесь Они белые Они такие же Как мы Только внешне По телу А по душе Они такие же Грешники Как и мы Так на это Надо и смотреть Мы внутренне Ну другие Можем быть Если мы Это поняли Желаем Перед Господом Жить свято Бог все Строит У вас Даже Никогда Подом думать Не надо Я перед Богом И Бог Сделает А как Сделать Да и туда Мне знать Как Он Внезапно Бог Выводит И людей На меня И Открывает Двери Я вот Поехал Когда в Латвии Был А почему В Латвии Бог Я в армии Когда служил В морфлоте И у нас Там были Разные Люди Ну узбеки Да Советский Союз Был И у нас Служили Латыши Эстонцы Литовцы Все Русоволосые Сами Высокие Такие Просто Ребята И работяги Настоящие И когда Мне надо было Куда-то ехать Я еще не уверовал Но с детства Я знал Что есть Бог И грешить нельзя Меня Бог От этого спас И я поехал У меня нет Ни паспорта Ни военного билета Только справка Что отслужил И я приехал И в кармане У меня осталось Шесть рублей Ну гляжу Там один бедствый Я трое-три рубля Отдал А осталось Три А что такое Три Ну отсюда До подстепну Сковорозъезда Два-тридцать билет стоил Хлеб стоил Шестнадцать копеек Кирпич Ну и считай Что такое Три рубля Ну незнаком И меня бог выкинул И меня бог выкинул Внезапно В отделе милиции Начальник милиции Разговорился А вы не старообрядцы То другое Все И дальше он позвонил На работу Где меня не принимали И выдали паспорт И все Это портовый город Там другому нельзя Без паспорта Да тут разговаривать не надо И вдруг все так Устроилось Получил Поступил в училище Вот как будто Кто-то тебя подтягивает И находятся люди Которые И все сделается так Как мы сами Себя не обиходим И когда начинаешь Говорить Вот допустим Воскресенье Чтобы не работали Почему Потому что Это святая суббота Суббота Ветхозаветние Указывало На воскресенье Христово Субботники Адвентисты Седьмого дня Другие Кто субботу Отмещает Они не понимают Этого Но у нас Толкование Святых отцов Нам не надо У нас Златоуст Блаженов И мы Поэтому знаем Поговорим Работать нельзя Да я не могу У меня так Работать может кто Я перечисляю Кто может Врач Земледелец То есть Животноводство Не просто земледелец А животноводство Вот И сторож Все На этом кончилось А остальные Если я верующий Я должен сменить работу И вот Приходится Смотреть на это По другому Никак нельзя Иначе как Так ты мне Господи дай А я Для тебя никак Ничего Нет И Бог Вам поможет Я просто говорю Вы Вы посоветуйте С батюшкой Это в первую очередь С батюшкой Который вас крестил Я Примерно Так мы тут Сегодня побеседовали Мы Высчитали Кто это Я не буду говорить Вот Его надо сохранить Вот Я его знаю И для него Ну лучше пока Остаться в таком Инкогнито Главное Что вы получили Крещение Удивительное дело Когда мы Все согласны Батюшке Надо крестить Полное погружение Но если он был Мощеный Ни под каким видом И такие Кто соглашается То что крещение То не действительно Просто Его не было Никакого второго Не было Такие Очень редко Если они Узнают здесь Они его просто Слопают Я знаю это Я просто Их очень хорошо знаю Вы посоветуйтесь Помолитесь Ну и работу Какую-то вам Бог даст Парикмакер Не христианская Работа Не христианская Если бы вам Просто Мужчинам Волосы подстригать А женщинам Только руки мыть Или шеи мыть Тогда можно было Но ведь Здесь то другое Совсем Вы искажаете Образы Тех и других Никогда К этому Не прикасаться Никак Но Но как Никак Вот кто у нас Обращается Бритва Там Такая Бритва Или так Бритва Вничтожай Шнур Отрезай Он Сгодится Куда-то На утюг Или куда В один день Это сразу Сделать Так Я то вам Говорю Видите Я вам Загрузку Уже Даю Мы не знаем Как дальше Наша жизнь Будет Но раз Мы встретились Мы обязаны Послужить Друг для друга Вот Кто чем может Каким талантом Бог наградил Вот Ну я всех спрашиваю Вы благословения знаете Вы знаете Как я отвечаю Если хотите Благословения Никогда не проклинаю евреев Это первое благословение Никогда Будут рассказывать Там Они там Ограбили страну Скажи Я не отрицаю Зачем отрицать Когда это действительно так Но Их надо только благословлять Это заповедь А последнее Платить десятину Я вам сегодня Выслал много Там что Я приклеил файл Окрещении Чтобы еще раз Убедились Это там полное Полное Более полного Нельзя создать материалом Ну и дальше О десятине Это С мамой поговори Если мама расположена И прямо В руку ему подавайте Там денег Если что-то маленько есть Положить в общее Для этих Которые уборщицы есть Такой закон И тогда бы Если так все делали И священные ящики Которые Господь разломал Выбросил Их бы не было там Вот у нас нет торговли Вообще Нет у нас И с тарелкой не ходят Мы сразу так поставили Десятина Десятина покрывает все Десять человек Только будет в общее Они священника уже прокормят Вот как Люди православия не знают Они есть священники Есть благощины Они православия Как говорится Не нюхали даже Не знают Православие это широта Обхват Все Вот скажут Ну кто-то там Адвентисты там Что они У нас все это есть Они скажут А мы не едим свинину Молодцы не едите свинину Мы православные Я вообще ничего в рот не беру Мясного И все То есть у нас все это превышение Мусульмане скажут А мы молимся Пять раз в день Это самое ценное мусульманство А мы молимся Семь раз и больше Что бы они ни назвали Кто бы ни назвал Православие вмещает в себя все Баптисты скажут А мы крестим только взрослых От слова баптизм Погружение А мы скажем У нас крестят и взрослых И малых То есть мы еще шире берем У нас и детей не забывают Со всем домом крестился Никто не может назвать Ни новая Ни старая жизнь То что у них есть У нас бы не было У нас нету ересей То есть если они вторгаются У нас есть закон Который выявляет Есть у нас Каноны Соборов Семиселенских Девять поместных Поэтому если Бог Открыл истину Держись православие Никуда от этого собора Никуда не отходи Прямо С влюбленными глазами Смотри на это здание На образы Божии Он тебя приблизил здесь И совершил необыкновенное чудо Вот так Если у вас будет Желание летом отдохнуть Поработать у нас в лагере Мы поговорим Стретимся Расскажем наши порядки Ну у нас все верующие И ягод можно Наготовить на зиму Нынче правда Не клубнейший год был Померзло Вот вы это увидите Правила простые На форуме вы все там найдете Вот если конечно На наши отношения сохранятся Никто вас против меня не натравит Это невозможно Невозможно? Уже положительно Дело в том что Меня никто и не пытается Натравлять Вот я спрашиваю Кто сидели священники В тюрьмах И всех вербовало КГБ А меня не вербовали У меня первый допрос И я прямо в КГБ Начинаю их обращать к Богу Они Сталин там все А ко мне уже они Даже нет Они знают что тут Тут все как говорится Охвачено пламенем огнем Бесполезное дело Я вот в армии был До этого говорили А тогда советская власть Была-то 62-й год Еще ого А в армии-то служила С 59-го Что обязательно Затащат комсомол Обязательно А тем более Я служил в ракетных войсках Это самые передовые Только образованные Меня никто не уговаривал А почему? Господь И всего этого ты избегаешь Когда ты за Христа сокроешься Как Солженицын говорит Он же его готов был убить следователя Он говорит Ты что не советский гражданин? Да советский, советский Я не могу Я уверовал во Христа Я впервые спрятался за Христа И они это понимают На каком-то другом уровне Да я тебя, да ты верующий Он покрутился, покрутился Закрыл папку и отошел Я верующий И это все Я в самых трудных обстоятельствах жизненных был И везде за Христа Мой Господь сказал Я тебе сказал Нравится, не нравится Я провозвестник Его слов Мы глашатая Великого Царя, Царей, Господа Господствующего Имя Его Иисус Христос Вот так Но если вы давно Значит, наше путешествие Вы знаете, какое было Да, да, Иисус Мы много ночи потеряли Сломали в Швеции Наши путешествия Да, да, мы переживали Мы молились О, а вы эти как? Я Сергею писал Где же наши лапки Где же наши дорогие друзья И у нас в этой люди не волнуетесь Вроде как все нормально Скоро приедем Вдруг нас Бог вывел Настолько необычно Я по сегодняшний день Как вспомню еще Аж дрожь пробирает Где? Брошенный Никому не нужно Ни языка не знаем Не можем куда добраться Полностью Мотор полетел Это вообще И вот мы дома сидим И машину А другие это Сохранили Привезли С собакой были А уже которые друзья Они моля Ну, слышите Да бросайте машину Мы сейчас деньги вышли Новую купите там Зарубежную Народ-то какой При моей пенсии 5608 рублей А то у меня пенсия такая Самая маленькая Как бомж А у меня 35 лет стажу Мне власти не давало Работать по специальности А только сторожем И при том При милиции Во вне единственной охраны А я живой Голодный Ни разу не ложился спать Мне хотелось бы Спросить Как можно Вот вопрос Мы видели Ваше видео Где у вас Проблема в диване была Да Вам часть денег Не отдали Живой пенсии Симонки По правам человека Я ходил Везде А там всюду Вопрос Были Они мне заплатили Все До копейки И 20 рублей Сверху отдали Видно забыли Что тогда платили Все Тут же на Перевели 170 рублей О которых говорил я Но до этого 20 Которые второй раз Они обманывали Мы то из прокуратуры Выходим А уже на телефон Они 20 рублей сбросили Им не надо было трогать Я им сказал Я перед вами весь стою Вы посмотрите Кто перед вами стоит Вот миллионы людей Обманывают И у вас каждый день Миллионы добавляются Ты чего с меня возьмешь Ты проживи на 5500 рублей Это из-за свет Надо платить Из-за интернета Из-за все За все И проехать Ну ты понимаешь Что это нереально Нереально А мне даже нужды нет Братья и сестры Тут кто платит Я даже за интернет Еще ни разу не платил Один человек Все время платит Телефон был Вот этот Подарили На телефон Деньги положили Моего ничего Него нету совершенно А как так живете Бог Мой Бог Ты говорит Отложите все заботы На него Ибо он печется О вас Он печется Он заботится Обо мне И вот я показываю Пример Беззаботной жизни Ну хотя у меня Забот полон рот Заботы это другие Каждый день Стещение народа Много вопросов По интернету На форум С контакта Забрашивает Администраторы Там Ну просто радостная жизнь Я иногда Ложусь спать И думаю Вот А лапки Сейчас подриспи Вот я так работаю А я вот спать Затворюсь А вот лапки Поработай Иногда Стою в 4 часа Думаю Сейчас спать Лапки В 4.40 Ну а я еще Сейчас пойду Засыпать Если я знаю Ваш распорядок Как вы живете Чем вы живете Это у меня такой вопрос Почему-то многие думают Что верующие люди Это вот близкие Темные люди Которые у вас Не могут сдать Так подождите Чтобы я это понял Чуть погромче скажите Так Вы живете с кем С мамой? Да Больше никого нет у вас? Нет брата еще И вам никто не мешает Что мы разговариваем Не будет противления? Чтобы вам ущерба не нанести Потому что Это мы все Снимаем И ролики ставим Потому что все хорошее Так Молодя Ты хорошо слушаешь Что говорят Какой вопрос-то Ну-ка Многие люди думают Что вот верующие То есть почему-то Такое сложилось Смирение Что это Болеецые Какие-то черные люди Которые все боятся Что их Парущики двигают Они подставят С удовольствием Другому То есть То есть То есть Я разбираюсь И тогда мне говорят Ну ты же верующая Зачем ты Вот связываешься Ты должен как верующая Молчать Ждать Ничего не делать Бог все сам Делает То есть Я Вступаю с ними В спор А вот И доказываю Что верующие Это не совсем Вот Залитый какой-то Человек Который Я говорю Слепая вера Погромче говорите Погромче Человек Односторонний То есть Он христианин Он должен Разбираться Во всем Где нарушают Его права Не сидеть на месте Работать То есть Забивать У своих прав То есть Как сказать Быстро Нормально Живут Человеком И некоторые Думают Что верующие Это вот Человек Тёмный Страшный Где-то там В покое Сидит И он Не имеет Права Разбираться Никому Немножко Отношение К верующим Так Подождите Я сейчас Воздух Присую Коротко Что Кое-что Пропустить Что Верующий Когда Тёмный Где-то В подвале Сидит Что Он Не имеет Права Где-то Какие-то Свои Права Предъявлять Как бы Вот Вот Ну Это Надо Всё Понимаете В одну Графу Не Не Толкаешь Эти Все Вопросы Перед Богом Надо Вот Понимаете Вот Когда Помолишься На молитве И на молитве Живая связь С живым Богом И живой ответ От Бога Люди Не понимают Этого И поэтому Ну Они ищут А то Как батюшка Там скажет Как это Батюшка Скажет То Что В его функциях А остальное Откуда Он знает Вот Ко мне Подходят Вопрос Задают Ну Вопрос Такой Прям Житейский Вы Внезапно Задали Я не Молился Об этом Но Он Как будто Простой Нет Он Поступать Не поступать Там где-то Переезжать Не знаю Я этого Я просто Помолюсь Ответ Будет Отвечу Нет Нет Ну Вы Как Вы Сказала Я не Увиду Что Мерующий Человек Крестьян Может Не Добав Своих Прав Через Права Человека Я считаю Что Права Нарушены Ну Вы Видели Побылай Побылай Все Мне заплатили Так Сначала 900 Перевели А потом 170 До рубля Вернули 20 То есть Я делаю Для чего Чтобы Не попустить Вестера С другими Людьми Которые Менее Как Сказать Верующие Чем я Ну Я верю Вестоворотно Она не такая Сигная Конечно Но Я знаю Что Я надеюсь Никуда Не буду Не верующая То есть Я очень Давно Верующая Я точно Знаю Куда Я Идем А Моя Знакомая Она Ходит В секту Как Сейчас Говорится И У нас Не Очень Часто Споры Что Верующий Это Человек Который Должен Сидеть И ждать Когда Бог Лично Там придет И устранить Все проблемы Я скажу Сразу Слово Проблема Я из своего Лексикона Исторгаю Навсегда А как Нерешенный вопрос Решенный вопрос Это американцы Все придумали Здесь Так вот Даже на самые Простые вопросы Отвечать Стандартно Не приходится Надо посмотреть Где-то наоборот Просто отступись Во время Сражения Приходится наступать Держать оборону И отступать А когда отступать Написано Бегать И блудодеяния Где-то я могу Наступать Даже на властей Где-то Потому что Они нарушили Свои собственные права У меня было На меня В 99-м году Такое нападение Было от властей Решили закрыть лагерь 15 комиссий Краевых И Я когда Вернулся Осенью Подал на них В суд Московский Комсомолец Тут На Алтае Как-то Профессор Иверестская организация ВНЗР Коммунистическая КПРФ Они все Объединились Там не подступись Бог все Разгромил Все Все процессы Выиграл И заплатили По телевидению И показали Опровержения Это Бог Да мало того Бог Показал Такое Что Содрогнулись Все Там Как будто Бы Вот Когда есть Фильм Такой Принц Египта Как там Когда Младенцев Господь Убивал В Египте И там С неба Как облако Идет А потом Во все Двери Где Кровью Помазано Разворачивается Этот Луч Ночью А где нет Он туда И все На кровати Умер 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 Все Первородные Умирают И здесь Началось Такое Главный Кто там И писал Лучший Журналист Самульсов Александр Его Незапно Находят Убитым Это Началось Такое Которое Профессора Поймали Ножами Изрезали Которое Было Притом Изрезали То На что Пишет Мне Я же Это Делал И Прокуратуре Кровое Мне Божие Неприкосновенные Касающиеся Вас Касается Зеницы Ока Моего Который Буйствовал Маленько Погодя Главный Идеолог Коммунистов А главное Это был КПСС Петренко Инсульт Идолой Как будто Никогда Не было А он Работает В законодательном Собрании Краевой Администрации Бог смел Просто Который Там Ставил Фильм Где-то С работы Его выгнали Я просто Часть людей Только Называю Которые Участвовали В деле Моей травли Никого Нигде Нет А остальные Кинулись Бежать Из города И как будто Их силу Неведомое Гнала А я Ничего Не делал Только Молился Вот и все Нам Надо довериться Богу Ему надо Я пошел Пострадал Я пошел Бог открывает Но я знаю Что в тюрьму Я никогда бы туда Не пролез К начальнику Не подошел А там Меня вызывают Я говорю Там следователь Обратился Начальник тюрьмы По христиански Я благодарю Бога Что я там был Мне открылись Двери У меня Такой опыт Появился Бог нам помогал Вот Сколько людей Молилась Обратилась Это Бог делает Нам нужно Согласиться Мы ничего Не знаем Владыка Да будет Воля твоя Научи нас Господи Твой голос Расслышать И человеку Который Там Ну какие-то Права Надо посмотреть Проглотишь Ты эту кость Или нет Иногда Легче отойти Ублажить Даже что-то Дать Это не стандартное Такое Что вы всегда Разбросаетесь В атаку Нет Бегайте Блудодеяние Когда вопрос Стоит отношение Женщины Или женщины С мужчиной Тут Нету Не обороны Только отступление Бегайте То есть Убегайте Ничего Ничего не получится Смотришь Вот фильм Наполеон Там Ну разные Такие Где-то Он вроде бы Правильный Или вот Фильм Какой-то Мы смотрели Этот Псевдоним То какой Оперативный Оперативный Псевдоним Фильм Он там 12 серий Все Кажется У него есть И вот Одна женщина Буквально Запутала И он не может Вырваться Никак Это Не только фильм Это на самом деле Тут надо так Если ты Впал в этот грех По той улице Не ходи Не встречайся Не звонки не принимай Не звони Это тот грех Где дыра Тебя засасывает Тебе никогда не выйти Это трясина Это тот грех Где бороться нельзя Только убегать А я пойду Я ее Бывшая жена Я пойду ее обращать Обратился Нет конечно Сам погиб Святые Отцы Это очень хорошо знали Очень И поэтому Ну надо прислушиваться Тем более Мы обладаем Таким Несметным сокровищем Православие Это Вселенская Церковь Ну остальное Я вам что буду говорить Когда вы на нашем Ютубе Бываете на форуме А на сайте бываете? Сайт Где там у меня 50 книг насчитанных Да Я в основном Ваткалуновская такая А вы просто По русски можете зарядить Даже в гугл Сайт Игнати Лапкин Нет Она говорит Заходит Она там папки Все эти просматривает А там Просматривали Папки Да Папки 55 папок Справа Очень Вот И там на любой вопрос Себе найдете ответ А крещение отдельно Русские А как раз Я их и смотрю Я не поняла Что папка Да Папки Мусульманство Старобрящество Патриархия Вы все найдете Это ценность Ценнее чего У меня ничего Уже нету Ну слава Богу Вот наша первая встреча Сегодня у нас 14 ноября Мы 14 ноября Вот встретились С вами 14 года Вот Я знать не знаю Ну о чем я вам сразу сказал Мое желание Чтобы вы заменили там имя И поставили фотографии Нормально Никогда Нигде не допускайте Малюсенькой лжи Неправды У нас два варианта Говорить правду Или молчать Написано Иисус ничего не отвечал Никогда Иногда Да удивляются И вы никогда не лгали Я вообще не знаю Что это такое Ну неужели Бывает Ну бывает Бывает Перевели часы А я не знал Спросили сколько времени Я ответил На час ответил неправильно Ну меня Они запутали с этим Я не слышу Вы эти Ну Ну обман-то Ни в чем не выразится Кроме того Что человек Опоздал на богослужение Ну вместе с ним Опоздал и я Потому что Ну не раз слышал Обман-то обману Тоже разница Господь же знает Другое дело Я желал что-то И чтобы он опоздал На поезде А мне бы вещи утащить Вот Говорить не надо Маму-то как звать у вас? Ольга Владимировна Ольга Владимировна Ну поклон передавайте Это все передавали Да Ну вот вы скажите У нас Я скажу только На днях у нас Два человека Попали в больницу У одного И оба потеряевские Один переезжает У него Молодой парень Еще-то в почках Там камень нашли А другая Ну просто По-женски Там Не доносила Утробии И они в больницу Из одного Звать Алексея Другого Людмила Ладно Алексей Людмила Да, Алексей Людмила Если будете молиться Помяните пред Господом Нам будет там Очень радостно Ну а Сергея Парализованного Всегда вспоминайте Он ведет у меня Все Он администратор Да, мы знаем На Ютубе Он важнее, чем я Ютуб Да, да, да Может быть даже С ним где-то Еще пересечетесь В интернете Ну возможно Так я не нужен Больше вам Все хорошо Ну все Тогда я прощаюсь До свидания Ну тогда до свидания Спасибо Христос Давайте Вы крещайте тогда Попробуйте О Ну вот видишь как Смотри где у нее Как она Два глаза только Сейчас я про это сказал Убрать Ее Она хотела Когда была Маленькая девочка Чтобы звали Женя А звать ее Юля Сейчас я подойду Давай Господи, пойду Мерзова машина С миром Все, передашь что-то Надо Все, включи Нет Нет Да, нам убирает Это шнур Это подключить А что такое шнур Ну что, флешок Можно будет Посмотреть Ну попробовать Сейчас попробую Так, Володя